День с толком Придется раскошелиться. Когда и на сколько вырастет плата за детский сад? Крестный ход и новые аудитории. В Барнауле отметили день студента. В Алтайском крае экстренно усиливают службу неотложной помощи. Сегодня в Барнауле главным врачам больницы поликлиник региона вручили ключи от 46 машин. Которые должны облегчить работу медикам в сложный период. На Алтае началась волна распространения вируса Микрон. На приобретение неотложек из краевого бюджета потратили почти 50 миллионов рублей. На этих авто врачи будут приезжать к температурящим больным, а также доставлять пациентов в медучреждения для проведения компьютерной томографии. В период новой волны ковида усиление технической базы первичного звена здравоохранения – большое подспорье, говорят медики. Ведь в пик заболеваемости потребность в неотложной помощи резко возрастает. Добавим, за последние пять лет автопарк алтайских поликлиник и больниц пополнился на 172 машины. Сегодня самолет из Москвы не смог приземлиться в Барнаульском аэропорту. Ему помешал сильный туман. В итоге воздушное судно вынуждено было приземлиться в Новосибирске. Из-за неблагоприятных погодных условий отложили и утренний рейс из краевой столицы в Москву. В последние дни такие задержки стали регулярными. Так, несколько самолетов, опять же из-за тумана, задержали в минувшие выходные. Причем, по словам сотрудников Алтай-гидромедцентра, дымчатое небо можно будет наблюдать и в ближайшее время. Причин тому две. Первое – сильный мороз. Именно в большой минус теплый воздух смешивается с холодным, начинает охлаждаться и выделяется пар. Второе – в морозы жители частного сектора активно топят печи, в результате чего город покрывает пелена от смога. В Барнауле были температуры ночью примерно от 21 до, вот сегодня ночью, до 27,5 градусов. При таких температурах формируются туманы. 26-27 – это будут дни, когда развитие туманов у нас, ну как бы мы вообще это не прогнозируем в Барнауле. Потом будет 28-29 опять такая морозная погода. И к концу месяца у нас там опять идет потепление. Из-за роста цен на продукты станет дороже посещение детских садов в крае. Об этом нашей съемочной группе рассказали сегодня в региональном министерстве образования. Правда, в целом, по краю этот вопрос еще только на уровне обсуждений. А в Рубцовске уже сделаны первые шаги в данном направлении. Там родителям предложили пройти специальное анкетирование для того, чтобы мамы и папы сами определили новую сумму оплаты за сад. Однако конструктивного решения пока не вышло. Наоборот, волна негодования накрыла жителей Рубцовска и не только. Рубцовск – первый город, где встал вопрос о повышении оплаты за детский сад. По словам родителей, сотрудники дошкольных учреждений раздали анкеты и попросили заполнить их с просьбой указать сумму, которую они могут платить с учетом повышения. Неожиданный опрос или как прозвали его в Рубцовске голосование обескуражил жителей. Я позвонила своим знакомым в Шипуновский район. В Шипуновском районе нет никакого анкетирования. В Барнауле у меня живет родственница. Там тоже нет такого анкетирования. Юлия, смотрите, и так 2000 – это для Рубцовска, но это немало. Это большая сумма, конечно. Еще же существует дополнительное образование, которое родители тоже оплачивают. Если будет поднятие детского сада, мы будем собирать пикеты, акции против. За посещение ребенком детского сада в разных регионах России платят по-разному. Так, в Алтайском крае родители платят максимум 2000 рублей, в соседнем Новосибирске – 2800 рублей. В отдаленном Магадане месяц стоит 6000 рублей, а в Питере всего одну, то есть наполовину меньше, чем в Барнауле. Конечно же, мы против повышения цен в любом случае, в детских садах или нет. Ребенок кричит, но мы против, если что. Цены дорожают, все дорожает. Естественно, пребывание ребятишек в детском саду, дети стоят этого. То есть, если поднимут цены, мы не против. О, я думаю, я с этим не согласна. Ну, как так? При нашей жизни еще что-то поднимать – это ужас какой-то просто. Сейчас очень сильно подорожали продукты, всем это известно. И для того, чтобы дети питались более-менее нормально, то есть я не против, чтобы мы повысили. Возможное повышение оплаты за детский сад, поясняют специалисты, мера вынужденная. Она вызвана стремительным ростом цен на продукты. То, что касается повышения оплаты за питание ребенка в детском саду, прежде всего, это, конечно же, прерогатива муниципалитета. Да, нам поступали и предложения, и ходатайства, и было огромное количество звонков о том, что на сегодняшний день необходимо поменять питание в детских садах. На сегодняшний день данный вопрос прорабатывается. То есть, о повышении говорить пока рано? Говорить пока рано. Идет предварительная работа, идут экономические расчеты. Последний раз родительскую плату повышали в 2019 году, говорят в Министерстве образования края. Прошло больше двух лет, жизнь подорожала. И детские сады тому не исключение. Но для отдельных категорий граждан по-прежнему действует кэшбэк или привычная компенсация. От 20 до 70 процентов в зависимости от количества малышей и статуса семьи. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульский моторный завод и химпром в Яровом и другие некогда успешные предприятия в регионе планируют развивать власти края. Возрождение предприятий к тому же предусмотрено в концепции развития промышленности до 2030 года. Этот документ разработан совместно с Техническим университетом. Его обсуждали сегодня в Заксобрании депутаты, чиновники и руководители предприятий. В этой концепции основные цели, наверное, больше даже социальные. То есть это развитие промышленности с целью достижения социально-экономического развития нашего региона. Безусловно, это повышение заработных плат. И второе, наверное, очень важное направление – это доходы нашего бюджета, налоговые поступления. Действительно, это треть всех налоговых поступлений, чуть более 30 процентов. Последние годы промышленность региона развивается. К локомотивам относят предприятия химической и машиностроительной отраслей. В планах ближайших 10 лет – модернизация давно устаревших производственных фондов предприятий, повышение зарплат и устранение дефицита кадров. Самая сложная ситуация с кадрами в легкой промышленности, сообщил сегодня профильный министр. Но частично ее решают. Минпромторг разработал программу «Профессионалитет», по которой, к примеру, в Академии гостеприимства уже обучают швей. Причем обучаются, надеюсь, на каком оборудовании, на котором они потом будут работать. Обучаются за год. Ускоренная программа «Профессионалитет» уходит на предприятия. Вот за первый год, только в 2022 году, порядка 75 ежедневных, должны подготовить и на Меланжевые комбинат на продажу. К слову, в Меланжевые активно инвестируют. Так же, как в АЗПИ, АТИ, Алтайвагон и другие предприятия. Хотят возродить некогда успешный моторный завод. На его свободных площадях разместить, к примеру, сборочные производства, создать там технопарк. Стратегию развития химпрома Ярового должен представить скоро екатеринбургский собственник. В Барнауле для развития промышленности планируют расширить промзону. Об этом давно просят руководители. 200 гектаров у аэропорта и 60 у совхоза «Индустриальный» могли бы решить проблему. Переговоры с собственниками земли уже ведутся. В концепции прописана и модернизация системы господдержки. Ведь без такой помощи региону не справится. В общем, задачи амбициозные, правки и предложения в концепцию принимаются. После ее разошлют по предприятиям, как руководство к дальнейшим действиям. Миллиард 200 миллионов рублей не добрала налоговая служба края по итогам оплаты налогов за 2020 год. Но в январе, пояснили в Алтайском управлении надзорного органа, многие должники опомнились и начали перечислять платежи за владение имуществом. Между тем, за каждый день просрочки начисляется пеня. Напомним, имущественные налоги жители края должны были оплатить до декабря прошлого года. Однако почти четверть жителей региона, 468 тысяч человек, этого не сделали. За декабрь и две рабочие недели января общая сумма долга снизилась на 400 миллионов рублей. Но на сегодня общий долг по налогам еще остается приличным. Порядка 800 миллионов рублей, отметили специалисты. В составе этой задолженности 60% относятся к задолженности по транспортному налогу. Ну, во-первых, этот налог с более существенными начислениями по сроку оплаты. А на второй и третьей позиции, примерно в равных долях, у нас задолженность по налогу на имущество и по земельному налогу. В налоговой службе добавили, что с должниками работают активно, направляют им требования. Если и это не помогает, специалисты обращаются в суд. И уже после этого долги с налогоплательщиков принудительно взыскивает служба судебных приставов. Она может списать деньги со счетов или даже заблокировать их до момента оплаты долгов. Добавим, общая сумма задолженности по налогам за последние 30 лет составляет порядка 2,5 миллиардов рублей. Сегодня праздник у студентов. 25 января, в День Святой Татьяны, покровительницы стремящихся к знаниям, обычно просят помощи в учебе. А вузы по традиции организуют праздничные программы. У каждого она своя. Как отпраздновали свой день студенты Алтайского политеха в сюжете Софии Яценко. Сохрани их на многое лето! Помолиться, поздравить друг друга, а заодно и проявить себя. Несмотря на сильный мороз, День студентов в техническом университете прошел по всем традициям. Спартакеада в разных корпусах и спортивных комплексах АлтГТУ. Это манеж, спортивный зал, бассейн по разным дисциплинам. И в том числе вот такое прекрасное мероприятие, как крестный ход, молебен. Мы угощаем студентов и прихожан часовни вкусными угощениями. Поздравляем с таким прекрасным днем. Ковидные ограничения внесли свои коррективы и все же желающих разделить радость, а заодно и поздравить друг друга, оказалось немало. Пусть Господь благословит их в этом учебном году, поможет им сдать экзамены. И сегодня многие поднимали зачетные книжки, чтобы я коропил. Так вот, в добрый путь, с Богом! Я всех искренне поздравляю с днем студенчества и тех студентов, которые сейчас студенты, и те, которые были, и те, которые будут. Студент – это вечное состояние души. Я сам вечный студент, поэтому я с удовольствием поздравляю всех днем студентов. Желаю всем хорошей учебы, побольше оценок, чтобы всем смогли сдать сессию на отличные, на четверки и пятерки, чтобы у всех все получилось. Сейчас успели погреться немножко, это было просто прекрасно. Еще плюс – скушали довольно много разных сладостей, и настроение сразу повысилось. Пока на улице греются горячим чаем, в спортивных комплексах политеха и без того жарко. Мы в футболе участвовали. Может, не очень успешно участвовали, но мы стараемся, правда. В любом случае, зимой очень хочется поиграть в футбол, да и в целом спортом заняться не помешало бы. Да, и очень хорошо, что такие мероприятия устраиваются. Кроме футбола, студенты посоревновались в самых разнообразных видах спорта – от волейбола до шахмат. Провести этот день активно, делятся студенты, значит, настроиться на успех в учебе. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком. Поздравил студентов и губернатор края Виктор Томенко. Сегодня он посетил аграрный университет, где пообщался с молодыми учеными и оценил новые аудитории. Парты компьютера и интерактивные доски – это лишь часть того, что перед днем студенты обновили в аграрном университете. Накануне здесь заработали сразу две современные аудитории для кафедр земледелия и растениеводства, а также сельхозтехники. Обе созданы в сотрудничестве с промышленными партнерами ВУЗа. Безусловно, они сегодня оснащены современной компьютерной и лабораторной техникой, удобной мебелью, которая позволяет студентам приятно получать те компетенции, работать с преподавателями и с бизнес-сообществом внутри этих аудиторий. Ребята просто в шоке находятся. А те, которые занимались в этих аудиториях раньше до ремонта, то есть они ее еще старую помнят, они в еще более глубоком шоке находятся. И на самом деле ребята очень не хотят покидать эти аудитории и сожалеют, что не каждая пара у них там проходит. Но в ближайшее время в этих аудиториях проходить будут не только пары. По словам руководства ВУЗа, они должны стать местом для стратегических сессий, проектной работы, встреч с бизнесом и выполнения разнообразных кейсов. Первым гостем новых учебных помещений стал Виктор Томенко. Он поздравил студентов с их личным праздником. Обязательно, чтобы учеба здесь, в нашем ВУЗе, в конечном итоге послужила бы тому, чтобы освоили профессию и успешно ее применяли в жизни. Также губернатор встретился с молодыми сельхозучеными. Они представили свои проектные работы и идеи развития аграрной науки и технического предпринимательства в рамках проекта «Точка кипения». Добавим, что праздничные мероприятия сегодня прошли во всех студенческих объединениях. Так Виктор Томенко поздравил еще и студентов Института культуры, посетив их праздничное представление. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В Шилоболихинском районе задержали родителей, которые выставили своего пятилетнего сына практически голым на мороз. Они были недовольны тем, как мальчик себя вел. Это видео с осмотра жилья семьи. 31-летняя мать и ее 34-летний сожитель, по данным следователей, регулярно издевались над мальчиком и его братьями 6 и 1,5 лет. Семья состоит на учете, как находящиеся в социально опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались ранее к административной и уголовной ответственности. Сейчас дети из семьи изъяты и находятся под присмотром врачей. Что касается задержанных родителей, следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде задержания под стражу. На данный момент опрашивают очевидцев и родственников, а также тех, кто должен контролировать жизнь неблагополучной семьи. Увидеть редкие книги и лучше познать переломную эпоху в истории России. В одной из барнаульских библиотек заработала экспозиция о Петре Первом. Не все знают, но великий император с особым почтением относился к Алтаю. Наш регион стал ему дорог во время Северной войны. Почему? Ответ на этот и другие вопросы в следующем материале. Детище Петра, армия и флота, еще новая азбука и кабинет редкости. Все ли из этого правда решили поведать в музее редких книг? Доподлинную историю эпохи правления Петра собрали на страницах хранители Центральной библиотеки имени Ядринцева. У нас есть в нашей экспозиции представлены издания из частных коллекций. Например, книга «Многотомник. Три века», которая выходила в 1913 году к 300-летию дома Романовых. И в ней есть, конечно, целая глава, которая рассказывает о царствовании Петра Первого. За первых российских негацантов-навигаторов, кои товары свои повезут за моря! Война со шведами обратила взор императора на Алтай. Уже тогда люди знали – недра нашей земли богаты медью. Из нее отливали пушки, чеканили монеты. Увидеть медали эпохи Петра, еще деньги, гравюры и народные листки решили студенты Барнаульского юридического института. Их сюда привел профессиональный долг. Как известно, Петр Первый – основоположник нашей деятельности. Мы непосредственно относимся к этому. И так как сегодня в данном месте мероприятие, посвященное именно этому человеку, мы из группы собрались и пришли сюда. К слову, лучше познать историю империи Петра может каждый желающий. Выставка редких книг продлится до 4 марта. Татьяна Голубева, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok